Всем привет! Сегодня мы приготовим очень простой, быстрый, а самое главное вкусный завтрак или ужин из доступных нам ингредиентов. Итак, поехали! Начнем мы с того, что возьмем листок тонкого лаваша, кстати говоря, в Турции он называется ювка. Кладем его на поверхность, после чего берем сосиску и делим ее пополам. Кладем половинку по центру широкой части ювки и заворачиваем. Закончив, откладываем изделие в сторону и приступаем к заворачиванию другой. Таких штучек нам нужно много, так как готовятся они очень быстро. Также помимо той начинки, что мы вам показали, можно импровизировать, используя те продукты, что есть у вас в холодильнике. Так, например, к сосиске мы добавим немного сыра, для того, чтобы разнообразить вкус этого блюда. Многие продукты из этого блюда вы можете заменять в зависимости от ваших вкусовых предпочтений и продуктов, что есть у вас в холодильнике. Вообще, можно сделать целые ассорти из таких вот штучек, разнообразив их разными начинками, например, добавив другой сыр. Также, к примеру, отличное вкусовое сочетание получится, если завернуть в такой лаваш немного творога. Так как лаваш тонкий, он не будет перебивать вкус блюда, а лишь дополнит его. Далее ставим сковородку на разогрев, можно даже сухую. Теперь берем и выкладываем прямо на сухую сковородку. Сейчас мы сделаем первый вариант этого блюда, просто обжарив его на сухой сковороде. При обжарке не забываем переворачивать. Переворачиваем еще раз. Для того, чтобы добиться максимального вкуса, стараемся обжарить с максимального количества сторон. Это не займет много времени, так как каждая сторона обжаривается быстро. Спустя несколько минут снимаем. Или же, если вам нравятся блюда, обжаренные на масле, то можете добавить его немного на сковородку. И выкладываем штучки в разогретое масло. Переворачиваем. В масле они получатся более румяными и приобретут более хрустящую консистенцию. Готово! Снимаем! И теперь нам остается только наслаждаться вкусом этого быстрого и простого блюда, на приготовление которого мы потратили минимум сил, времени и продуктов. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать в комментариях свое любимое блюдо с лавашом. Всем приятного аппетита и до новых встреч!